Вопросы, которые рассматриваются под хадисами 799 и 800. Первый вопрос, ма'нат-тасрия. Что такое ат-тасрия, на запрет которого указывают эти хадисы? Аслут-тасрия хабсульма. В основе, в арабском языке, слово ат-тасрия означает сдерживание воды. Когда человек сдерживает воду от ее утекания. Юкаль саррайтульма ида хабастуху. То есть, говорится, я сдержал воду, имеется ввиду, удержал ее от утекания. Ва ма'наху и смысл этого здесь. Рабту ахлаф ан-нака ауша. Это рабт, то есть, связывание ахлаф ан-нака в имени верблюдицы или овечки. Уатарку хальбига хаттэйштэми лабануга. И оставление ее доения, пока молока не наберется много. Фаексур. А когда молока наберется много, фаязун альмуштари аннадалека адатага. Так что покупатель, который будет покупать это животное, подумает, что это обычное явление для этой верблюдцы или для этой овечки. Что она каждый день дает так много молока. Фаязиду фисаманиха. И из-за этого добавляет в цене на этот товар. Лимая рамин кастратилабаниха. Из-за того, что увидел, что это животное дает много молока. Ва ковлювуфи хадис ла тусарру. Калал хафиз. Что касается слова в этом хадисе. Ла тусарру. Сказал об этом Хафиз ибн Хаджар. Бибамми аввалихи вафатхи санихи. С даммой над первой буквой и с фатхой над второй. То есть, именно так. Ла тусарру. Бивазн тузакку. Так же, как читается слово тузакку. А некоторые, говорит, сделали харакаты над этим словом. Наоборот. Ла тусарру. Но первое чтение является более правильным. Читается как именно? Ла тусарру. А не ла тусарру. Ла нумин саррэйту лабан фиддара. Потому что слово ла тусарру происходит от фразы «я сдержал» или «удержал молоко в имени». Если я его собрал. А не от слова «саррэйту шей» я связал что-либо из слова «рабата». Потому что если бы слово ла тусарру происходило от слова «саррэйту», то корова называлась бы не «мусарра», а называлась бы как «мусаррэра». И ее не называли бы как «мусарра». Вместе с тем, что в принципе у арабов приходит и так, и так. И «мусаррэра», и «мусарра». Значит, Хафиз ибн Хаджир указал на что? Что слово ла тусарру читается именно так. И соответственно животное, у которого, или которого не доили несколько дней специально для этой цели, то есть для сбора молока, оно называется как «мусарра». Так приходит в хадисах. Отсюда понимается, что слово «мусарра» взято от слова «саррейту», то есть накопил, сдержал, а не от слова «сарарту», то есть связал. Некоторые сказали, что это от слова «сарарту», потому что человек связывает как бы в имя, и что делает? Не дует его специально. Так, не дует его специально. Но, говорит, это неправильно, потому что если бы было от слова «сарарту» связывать, то такая корова называлась бы «масура» или «мусарра». А она, говорит, в контекстах называется «мусарра», а значит от слова «саррейту», то есть сдержал или накопил молоко. Это с точки зрения арабского языка. Так, что такое «оттасре»? Понятно же или нет? Ничего сложного нет. Далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!